Всем привет! Вы на канале правильный выбор. Сегодня мы рассмотрим монитор от компании Asus XG32VQ. Все ссылки на актуальные цены будут в описании к этому видео. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео. А если вы еще и подпишетесь на канал, то будет просто замечательно. Диагональ экрана 32 дюйма, разрешение 2560 на 1440, соотношение сторон 16 к 9, время отклика GTG 4 миллисекунды. Подсветка WLED, матрица SVA, глубина цвета 8 бит, частота обновления 48-144 Гц. Монитор наделен 32-дюймовым экраном с изогнутой поверхностью, поэтому каждая его точка находится на примерно одинаковом расстоянии от глаз пользователя. Это обеспечивает потрясающий эффект присутствия в компьютерных играх и при просмотре фильмов. Высокому качеству изображения также способствуют широкие углы обзора. Одной из особенностей монитора является повышенная частота обновления экрана 144 Гц, за счет которой улучшается плавность и минимизируется задержка изображения. Расширенный цветовой охват данного монитора, составляющий 125% от цветового пространства sRGB, подарит новые краски любимым играм, особенно в жанрах ролевых игр и стратегий. В мониторе имеется встроенная подсветка Aura, синхронизируемая с другими Aura совместимыми компонентами и периферийными устройствами. Для управления визуальными эффектами подсветки и синхронизацией ее работы необходимо установить на компьютер программное обеспечение Aura Sync. В комплект поставки монитора входят две накладки с логотипами ROG, которые можно использовать для проецирования на стол соответствующих изображений с помощью встроенной подсветки. Кроме того, вы можете создать свои собственные проекционные изображения, воспользовавшись чистой накладкой, также прилагаемой к монитору. Обладая тонкой экранной рамкой, модель идеально подходит для создания мультимониторных конфигураций, которые дают возможность максимально погрузиться в атмосферу компьютерной игры. Эргономическая подставка данного монитора позволяет настраивать угол наклона и высоту экрана, а также разворачивать его вокруг вертикальной оси. Размеры монитора 71 см в ширину, 43 см в высоту, толщина 12 см, вес 5,9 кг, цвет черный. Подставку можно регулировать по высоте, предусмотрено крепление веса 100 на 100. В мониторе реализована технология FreeSync, синхронизирующая частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором. Благодаря этому устраняется неприятный эффект разрыва кадра и уменьшается задержка отображения, что обеспечивает как более высокое качество картинки, так и улучшенную реакцию игры на действия пользователя. Поскольку модель ориентирована в первую очередь на геймеров, в ней реализованы специальные функции, предназначенные для любителей компьютерных игр и разработанные с их участием. Они активируются с помощью кнопки Game Plus. Приложение Asus Display Widget позволяет легко и быстро изменить различные параметры монитора, активировать функцию фильтрации синего света и управлять технологиями Game Visual и App Sync, не заходя в экранное меню монитора. Эксклюзивная технология Asus Game Visual позволяет быстро настраивать монитор в соответствии с текущими задачами и условиями, чтобы получить максимально качественное изображение. Всего доступно шесть предустановленных режимов настройки плюс один пользовательский. Мониторы Asus отличаются продуманной эргономикой и специальными технологиями, снижающими усталость глаз. Их безупречная реализация подтверждается сертификатом независимой лаборатории 2Frainland. Например, в экранном меню задается уровень фильтрации синего света, который может оказывать вредное влияние на глаза. Для уменьшения вероятности появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз, специалисты Asus разработали технологию Flicker Free, которая подавляет мерцание экрана. Мониторы с этой технологией делают взаимодействие с компьютером более комфортным. Настройки монитора могут быть сохранены в файл формата AXML, чтобы применить их на другом мониторе этой же модели. Монитор подключается к источнику видеосигнала по интерфейсам DisplayPort 1.2, HDMI или Mini DisplayPort. Также у него имеется разъем для наушников и порты USB 3.0 для периферийных устройств. В данной модели предусмотрено несколько разъемов. 2 USB 3.0, 1 USB upstream port 3.0, 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 1 Mini DisplayPort 1.2, 1 выход для аудио и наушников 3.5 мм. Я посмотрел отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу, на что жалуются обладатели данной модели. 144 Гц не особо ощущается из-за типа матрицы. Есть шлейфы, заболела голова после двух часов работы за монитором. Матрица плохо отрабатывает шрифты. Буквы вроде бы четкие, читаемые, но их границы как бы с едва различимым мягким силуэтом. Нет NVIDIA G-Sync. Высокие требования к видеокарте, поскольку, во-первых, это 2К разрешение, во-вторых, 144 Гц частота. Сломался через 21 день после покупки. Матрица пошла полосами. Для такого размера зерно крупновато. Пришлось сильно мучиться с постоянным отключением монитора во время игр. Буду объективным и расскажу не только о жалобах, но и о положительных отзывах об этой модели, которые, кстати, часто пересекаются с отрицательными. Итак, начнем. Монитор офигенный, что тут говорить? Очень понравилось, как передает цвет, особенно черный. Цветовой охват понравился. Все такое сразу цветастое. Графика в играх стала лучше. Изогнутость выглядит интересно и ощущается иначе, чем плоские экраны. Дизайн особенно понравилась проекция на стол под монитором. При расстоянии больше метра от монитора зернистости не видно. Отличный монитор для игр, особенно шутеров и гонок. Очень качественное антибликовое покрытие. Если вы являетесь обладателем данного монитора, то в комментариях к этому видео вы можете поделиться своим мнением об этой модели. В описании под видео вы найдете ссылки на лучшие цены этого монитора. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока!